Компания «Лукойл» намерена продолжить совместную с руководством региона деятельность по поддержке проектов в области здравоохранения, образования, культуры и спорта. Вопросы взаимодействия администрации округа и нефтяной компании обсудили Александр Цибульский и Вагит Оликперов. Ненецкие округи Норвегии будут развивать экономические связи. Договоренность об этом была достигнута в ходе рабочей встречи главы региона Александра Цибульского с делегацией Норвегии, которую возглавил генконсул Королевства Норвегия в Мормонске Эрик Свидал. Безграничные возможности. В Ненецкой окружной больнице появилось новое оборудование, которое позволит определять алкогольную и наркотическую зависимости, выявлять патологии плода и проводить через пищеводную эхокардиографию и трехмерное сканирование в режиме реального времени. Время новостей на телеканале «Север». С вами в студии Илья Сахаров. Здравствуйте. Глава региона Александр Цибульский и президент Паулу Койл Вагит Олегпиров обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия администрации НАО и нефтяной компании в рамках соглашения о социально-экономическом развитии Ненецкого округа. Встреча состоялась в рамках визита Вагита Олегпирова в столицу региона. Временно исполняющий обязанности губернатора НАО Александр Цибульский в интервью региональным СМИ дал высокую оценку взаимодействия одного из крупнейших налогоплательщиков региона с администрацией округа. Как отметил глава региона, в прошлом году доходы от деятельности компании в бюджет округа превысили 5,5 миллиардов рублей. В этом году уже больше миллиарда заплачено в бюджет нашего округа. Кроме того, компания выполняет большое количество проектов по социально-экономическому сотрудничеству. Здесь и строительство социальных объектов, и поддержка наших инициатив. Такие вещи связаны с поддержкой наших и оленеводов, и удаленных. Поэтому мы, конечно, считаем, что сотрудничество округа с компанией «Лукойл» находится на высоком доверительном уровне. В 2018 году компания «Лукойл» намерена продолжить совместно с руководством региона деятельность по поддержке проектов области здравоохранения, образования, культуры и спорта. В свою очередь президент Паул Лукойл Вагит Аликперов, отвечая на вопрос журналистов о перспективах дальнейшего развития ресурсной базы в регионе, назвал историческим событием подписание в рамках Петербургского международного экономического форума соглашения о намерениях совместно с «Газпромом» реализовать проект освоения Ванивийского и Лаеворского месторождений в Нинницком автономном округе. Писали историческое, считаю, соглашение с «Газпромом» о создании совместного предприятия группы месторождений Ваеворской группы. Это действительно масштабный проект, который будет требовать колоссальных инвестиций, и он даст толчок к развитию юго-запада Нинницкого автономного округа. Мы делаем хорошее открытие на Командиршовском месторождении, то есть у нас достаточно здесь большая перспектива, то есть я надеюсь, что вот эти удачи в белой грозерске нам будет сопутствовать не только в 2018 году, но и в последующий год. В рамках рабочего визита в столицу региона президент Паул Лукоил Вагит Олег Первов посетил теннисный корт Дворца спорта «Норд», который был построен на средстве нефтяной компании и принял участие в торжественной церемонии открытия соревнований. Как отметил президент Паул Лукоил, в приоритетах компании поддержка спорта как профессионального, так и любительского. Мы всегда принимаем активную часть вместе с администрацией в создании материальной базы в расспорте. Это в первую очередь здоровье населения, особенно население моногородов. Это привлечение молодых людей к активному отдыху. И это в вторичном итоге стабильная социальная атмосфера в наших городах, на тех территориях, где компания ведет свою деятельность. Это и авторитет компании к социально ответственному. Для оснащения материальной базы самого северного теннисного корта Вагит Олег Первов подарил теннисную пушку. Анастасия Сабатович, Ирина Нежалова, Иван Никонов, Владимир Носкин, Телеканал «Север». Развитие успешного сотрудничества между Ненецким округом и Норвегией. Эта тема стала ключевой в ходе рабочей встречи главы региона Александра Цибульского с норвежской делегацией генерального консульства Норвегии в Мурманске, которая прибыла в Наринмар с трехдневным ознакомительным визитом. Эрик Сведел, вступивший в должность генконсула год назад, приехал в Ненецкий округ впервые. В составе норвежской делегации эксперты по экономическим вопросам, сотрудник Норвежско-российской торговой палаты и бизнесмены. В повестке дня – обсуждение перспектив российско-норвежского сотрудничества. К сфере ответственности нашего консульства, кроме Мурманской области, относится Архангельская область и Ненецкий автономный округ. Рад, что прибыл сюда во главе такой большой делегации, в которую входят самые разные специалисты. Как отметил глава региона Александр Цибульский, Норвегия ему известна как надёжный партнёр, потому что в прошлом он довольно плотно занимался развитием отношений с этой страной. Между Ненецким округом и Норвегией реализовано много практических, полезных, прикладных проектов. У нас сегодня есть три основных генеральных направления сотрудничества, которые уже имеют под собой какую-то историю. Это развитие взаимоотношений в области телемедицины, в области рыборазведения, развития аквакультуры с компанией «Акваплана», представители которой здесь присутствуют, и есть определённый наработанный опыт по развитию альтернативных источников энергии. Мне кажется, все эти три направления остаются крайне актуальными и очень интересны для нас с точки зрения потенциального развития. Реализация проекта по телемедицине началась в 2013 году. В сотрудничестве с норвежскими коллегами в регион были поставлены первые комплекты оборудования для проведения удалённых медицинских консультаций. В стране фьордов также прошли обучение окружные специалисты. Их научили работать с этой высокотехнологичной техникой. Среди перспективных направлений сотрудничества – рыборазведение для восстановления популяции и товарное рыбоводство. Мы считаем, что если нужна рыба как продукт на столе, то надо заниматься товарным рыборазведением, а не выпускать дорогого малька в дикую среду, которую потом очень тяжело будет поймать. Если интересен запас для того, чтобы именно поддерживать экосистемы, либо развивать туризм, то тогда можно заниматься и нужно заниматься рыборазведением. Здесь мы смотрим на каждый регион с его особенностями и мы совершенно по-разному подходим, когда идём в Мурманск, в Карелию, в Архангельск или в Ненецкий округ. Учитывая особенности региона, отметил Алексей Бомбуляк, можно рассмотреть возможности синергии нефтегазовой отрасли и рыбоводства. У Норвегии такой опыт имеется. Там лишнее тепло от метанопереработки направляется на аквакультуру. В Ненецком округе такой ресурс можно будет использовать от проекта СПГ. В силу географических положений, в силу сходности климатических условий, конечно, нам есть чему делиться, каким опытом делиться друг с другом. Доверительные отношения между Ненецким округом и Норвегией уже сформированы. Поэтому, по предложению Александра Цибульского, участники встречи с обеих сторон решили сфокусироваться на развитии экономических связей. Мария Владимирова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Ненецком округе появились уникальные системы медицинского оборудования. Они приобретены на средства президентского гранта, размер которого составил более 43 миллионов рублей. Всего на выделенные средства профильным департаментом было закуплено 4 системы для проведения медицинских обследований, 2 из которых предназначены для клинико-диагностической лаборатории. Получаем задачу от врача-птихиатра-марколога. Он заявляет, что какой-то пациент потребляет определенное вещество. Соответственно, мы уже задаем анализатору схему, по которой он производит исследование этого вещества. В течение 2-3 часов происходит его разгонка. И на мониторе экрана мы уже будем видеть те пики, на которых будет отмечена, какая химическая формула в определенный период времени выскакивает. То есть он определяет по атомной массе. Виктор Мартынов показывает новинку Ненецкой окружной больницы. Аппарат, который позволит распознать строение любого, в том числе наркотического вещества в организме человека. Точность, поясняет врач, стопроцентная. Ведь система обладает функцией выделения любых компонентов из наркотических смесей. Мы во время обучения пробовали найти вам полис аналигина-малагин. Соответственно, такой надпись не было, что там аналигин. Приходилось брать учебники по химической, по аналитической химии. И уже из тех компонентов, которые у нас выдались на пиках, подбирать формула химической, и здесь действительно есть аналигин. Еще одна система, закупленная для Ненецкой окружной больницы, позволит на уровне белковых фракций распознавать у человека алкогольную зависимость. Использовать ее будут в том числе при прохождении медосмотра для выдачи разрешения на использование огнестрельного оружия и управления автомобилем. Вот эти вот два аппарата для определения таких вот зависимостей сейчас приобретены, получены, установлены. Врачи прошли обучение. Мы сейчас находимся на этапе получения лицензии на это оборудование. Ну и в ближайшее время начнем это оборудование использовать. Потому что там необходимы небольшие ремонты и небольшая докомплектация вытяжными шкафами, там еще кое-какими вещами, для того, чтобы в полной мере начать работу по данному направлению. А это новый аппарат УЗИ. Он установлен в кабинете ультразвуковой диагностики женской консультации и позволит выявлять патологии. Это аппарат, который позволяет хорошо диагностировать пороки развития плода во время беременности на момент проведения пренатального скрининга. И, соответственно, принимаются своевременные меры по сохранению жизни матери и плода. Это оборудование находится в женской консультации, уже используется в ультразвуковом кабинете. Для дооснащения материальной базы взрослой поликлиники была приобретена полностью цифровая универсальная система, которая сможет просканировать весь организм человека и получить результаты обследования высочайшего качества, которые примут в любом медицинском центре России и мира. Все оборудование будет использоваться окружными врачами при оказании медицинской помощи населению в рамках реализации программы государственной гарантии. Мария Владимирова, Александр Бобрякович, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Ненецком округе расширяются возможности льготной ипотеки. Согласно поправкам в окружном законодательстве, с 1 июня возраст домов, в которых можно приобрести квартиру, в рамках однопроцентной ипотеки увеличен с 25 до 35 лет. Кроме того, из перечня домов, которые могут участвовать в программе, исключены деревянные строения. Решение об исключении деревяшек было принято в связи с тем, что банки не одобряют покупку такого жилья в рамках реализации ипотечной программы. Большое событие для Павла и Анны Коняевых. Они ставят свои подписи в договоре ипотечного кредитования. Заявку со всеми необходимыми документами подали в конце 2017-го. И вот спустя полгода получили собственное жилье. Признаются, несмотря на не самый обширный выбор, поиск квартиры не занял много времени. Остановились на трехкомнатной так называемом бутерброде. Приняли документы у нас быстро. С нами работали профессионалы. Все всегда объяснили, нам все было доступно и понятно. Единственное, мы ждали долгого подтверждения. Отобрели аптеку или не одобрели. Ждали мы примерно три месяца. А потом уже пошел весь процесс. Вариантов, конечно, на рынке не очень много было, которые нам подходили. Поэтому, наверное, где-то месяц походили, посмотрели. Нам повезло. Нам повезло, да. Мы как зашли в эту квартиру, все, сразу захотели. Программу льготной ипотеки в Няньском округе запустили в ноябре 2015-го. Правда, в начале кредит выдавали под 5-0. И уже в 2017-м условия получения жилья значительно улучшили, снизив процентную ставку до минимального показателя. Программа сразу стала пользоваться большой популярностью среди местных жителей. Причем со временем спрос на кредиты ничуть не уменьшился. Практически каждый месяц у нас порядка 100 заявок в работе находятся. Если смотреть по тому, что с октября 2017-го года внесены изменения вторичных рынок жилья, то есть практически за 8 месяцев мы выдали 80 кредитов. То есть это по статистике 13 кредитов в месяц. То есть это достаточно хорошие результаты. И жители округа, я думаю, что заинтересованы в том, чтобы данная программа существовала. Более того, в ближайшее время заявок на участие в программе должно стать еще больше. С 1 июня возможности льготной ипотеки на территории региона расширятся. Возраст домов, в которых можно будет приобретать квартиру в рамках 1-процентной ипотеки, увеличен с 25 до 35 лет. Кроме того, по инициативе окружных властей, теперь жилье можно купить в строении любого типа, за исключением деревянных. Еще одна приятная новость для окружных семей. Сейчас в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал. То есть если сейчас учитывать, что первоначальный взнос на второго ребенка это где-то порядка 453 тысячи рублей, это средства федерального бюджета. А материнский капитал на третьего ребенка составляет порядка 360 тысяч рублей, то используя эти средства, можно реально купить квартиру без наличия собственных средств, по сути. По-прежнему Московский индустриальный банк остается единственным партнером администрации региона в реализации этого ипотечного проекта. Всего на данный момент в округе в рамках программы выдано 124 кредита. Более 100 заявок сейчас находятся на рассмотрении. По 9 из них идет процесс регистрации купли-продажи в многофункциональных центрах. Порядка 30 заявок находятся на первом этапе проверки платежеспособности клиента. Но по 64 обращениям уже принято положительное решение. Повышение платы за электроэнергию по жилым помещениям, где право собственности до сих пор не оформлено, отложено. Ранее с таким поручением вышел глава региона Александр Цибульский в ходе рабочих поездок по селам региона. После на данную проблему обратили внимание ненецкие фронтовики. Напомню, что у жителей сельских населенных пунктов появилась возможность привести в порядок документы на свое жилье до 1 января 2020 года. В Севержилкомсервисе заверяют, что после этой даты поблажек по оплате электроэнергии больше не будет. Поставщик электроэнергии Севержилкомсервис предварительно планировал поднять тариф для неоформленных собственность домов уже с 1 октября этого года. Причем значительно. Планируется повышение оплаты за электроэнергию до 40 рублей за 1 кВт в сельских населенных пунктах в отношении домов и граждан, которые живут незарегистрированным жильем. То есть дом есть, человек живет, но право собственности у него не уполнено. Селяне и рады бы оформить документы на дом и землю, но отведенного времени однозначно не хватит для исполнения требования. Напомним, что глава региона Александр Цибульский дал поручение ускорить процесс оформления недвижимости на селе через Государственное юридическое бюро по итогам поездки в Юшарский сельсовет. Люди недостаточно проинформированы о том, что в округе существуют и действуют институты и инструменты поддержки. И об этом, конечно, надо активнее рассказывать, для того, чтобы те вещи, такие как Юридическое бюро, Государственное юридическое бюро, которые у нас действуют и которые субсидируются из окружного бюджета, и мы тратим на это немалые деньги ежегодно, они, конечно, были максимально эффективны и использовались людьми. Приступать к оформлению жилья надо уже сейчас, уверенный в Госюрубюро. Очень много времени уходит на подготовку таких рисковых заявлений во время ночи в тратах. На сегодняшний день через день существует уже 5 лет. Могу сказать, что, наверное, четвертая часть жилых домов, семейных участков на территории округа оформлена. И представляете, какая масса еще, какую массу документов необходимо будет обработать и зарегистрировать права граждан. В ходе встречи активистам ОНФ удалось убедить руководству Севержилкомсервиса перенести сроки ввода нового тарифа. Мы посчитали, что октябрь – это реальный срок, но, как оказалось, масштаб незарегистрированных домов настолько большой, что только для, получается, выполнить это нереально. Поэтому сейчас масштаб хотя бы оценен. И исходя из этого, давайте обсудим и примем. Итак, дата определена. Жители населенных пунктов округа до 1 января 2020 года должны привести документы на свое жилье в соответствии с законодательством. Подготовить документы помогут профессиональные юристы Государственного юридического бюро. Оформить документы на дом и участок можно в том числе с помощью многофункциональных центров на местах. Надо отметить, что почти в каждом населенном пункте есть многофункциональные центры, кабинеты, куда они могут самостоятельно обратиться за регистрацией своих прав. Также и не исключается любая правовая помощь, которую можно через частно практикующих юристов, либо адвокатов решить ответы в свои вопросы. Более активную позицию в решении этой серьезной проблемы должны занять администрации муниципальных образований. Главное сейчас взять на контроль оформление домов и земельных участков, чтобы успеть к обозначенному сроку. Нужно тогда всем понимать, что срок это будет, допустим, последний китайский срок. И не просто сейчас принять это решение и отпустить самотер. Нужно контролировать типографию, раз в месяц контролировать. И муниципальным образованием нужно включиться в эту работу и взять часть работы в госюрбюро, по крайней мере, по первичному приему документов, по разъяснению граждан. Право собственности на свое жилье – это святое. Осталось его оформить юридически, не откладывая в дальний ящик. Тимофей Жуков, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Такова была информационная картина к этому часу. Смотрите наши выпуски и оставайтесь в курсе событий. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok